Всем большой-большой привет! Сегодня покажу заказ с интернет-магазина FratiShop. И мне очень нравится косметика там. Она бюджетная, доступная, но тем не менее потрясающего качества. И в этот раз я решила обратить свое внимание на серию, которая называется Provence Organic Herbs. И это косметика с ароматом прованских трав, с ароматом лаванды. Первое, что покажу, это традиционное прованское мыло для тела и волос. Идет оно в такой большой достаточно баночке. Здесь 400 миллилитров. Само мыло очень-очень густое. Оно имеет такой интересный оттенок. Сейчас я вам покажу. И можно использовать это мыло по-разному. Можно использовать в качестве геля для душа. Оно превосходно пенится, хорошо очищает кожу. Можно использовать как средство для очищения волос. Но единственное, здесь придется дополнительно воспользоваться бальзамом. Потому что это все-таки мыло и может немного волосы подсушивать. И также мне нравится использовать в качестве пены для ванны. Беру прям небольшую горошинку и получается такая охапка густой воздушной пены. Аромат здесь довольно натуральный. Пахнет лавандой, пахнет какими-то травками. Но мне он настолько понравился. Объем 400 миллилитров. Хватит надолго. И я думаю, что буду пользоваться с большим-большим удовольствием. Еще одно мыло, которое я увидела на сайте. Это цветочное вот такое прованское мыло. Оно предназначено тоже для тела и волос. И здесь идет уже в составе масло виноградной косточки, экстракт ириса и травы прованса. Что мне нравится, в составе все указанные натуральные ингредиенты стоят на первых местах. То есть действительно косметика обогащена и маслами, и экстрактами. Это очень-очень здорово. Здесь уже история немножко другая. В том плане, что здесь абсолютно другой аромат. Мыло выглядит вот так очень ярко, сочно. Аромат цветочный. Не скажу конкретно, какие нотки я чувствую, но мне этот аромат очень нравится. Он достаточно легкий, воздушный и, как по мне, он довольно летний. Здесь точно такая же история. Мыло подойдет и в качестве геля для душа, и пены для ванны, и также в качестве шампуня для волос. Но не забывайте про бальзам, и тогда все будет отлично. И одно, и второе мыло я могу вам с удовольствием порекомендовать. Очень-очень классные продукты. Также я увидела то, что появились пенки для умывания. Не смогла пройти мимо, и, конечно же, заказала сразу две. Пенки для умывания я очень люблю, особенно на утро. Первая пенка, она увлажняющая и подходит для всех типов кожи. Экстракт ириса и масловид виноградной косточки в составе. И, конечно же, травы прованса. Если говорить про объем здесь, 165 миллилитров. Мне очень понравился дозатор. Здесь такой удобный дозатор, и буквально за одно нажатие он выдает прям большое облачко пены. Сама пена плотная, она держит форму. И по очищающим свойствам все отлично справляется и с жирным блеском, и с остатками ночного ухода. И также прекрасно кожу очищает и освежает. Я не заметила, чтобы пенка как-то подсушивала кожу, вызывала какой-то дискомфорт. Нет, после очищения кожа очень мягкая и очень гладкая. Ну, как правило, я затем использую тоник, о котором тоже вам сегодня расскажу. И наношу крем, и все замечательно. Пенка стоит доступно, хорошо работает. И на утро я бы ее могла посоветовать. Я не пробовала смывать с помощью нее макияж, потому что использую для этих целей мицеллярную водичку. Не знаю, справится ли она с макияжем, но вот с остальными загрязнениями справляется на ура. И еще одна пенка, которая идеально подойдет для тех, у кого сухая и чувствительная кожа. Она успокаивает, и в составе у нее экстракт лаванды, масло нероли и травы прованса. Тот же объем 165 мл, не содержит СЛС и парабены. У нее аромат уже такой, знаете, более лавандовый. Конечно, такие отдушки любят не все, но если вы любитель, то вам эта серия определенно понравится. По очищающим свойствам здесь тоже все замечательно. Также использую на утро, я обычно их чередую. Ну, для того, чтобы просто был уход более разнообразный. Но по действию они примерно одинаковые. Они также очищают, и то же самое, вот эта пенка абсолютно не сушит и не стягивает кожу, за что я и полюбила. Собственно говоря, вот эти очищающие продукты. Какой тоник я использую? Я сейчас наношу после умывания вот такой регенерирующий тоник. Он также предназначен для всех типов кожи. В составе у него экстракт ириса и гиалуроновая кислота. Очень приятно пахнет. Объем здесь, по-моему, 200 мл. Да, 200 мл, достаточно неплохо. Что мне понравилось? Хорошо убирает остатки очищающих продуктов, подготавливает кожу к нанесению последующего ухода. Но, девчонки, первые минутки две может присутствовать небольшая липкость. Это, конечно, не критично. И когда наносишь крем для лица, эта липкость, конечно же, проходит. Ну, вот первое время все-таки такое небольшое липкое ощущение, оно может присутствовать. Не забивает поры, не комедогенная, хорошо очищает, тонизирует кожу после данного тоника. Мягкая, гладкая и приятная. Я уже не впервые пробую тоники от производителя Natura Vita. И они мне практически все подходят. Я довольна. И последнее, что покажу в этом видео, это, конечно же, мицеллярная вода. На этот раз я взяла мицеллярную водичку, которая матирует. И предназначена она для жирной и комбинированной кожи. Как раз на лето это замечательный вариант. Снимает макияж, борется с несовершенствами, бережно очищает и не требует смывания. Я все-таки ее смываю. В составе у нас органическое масло лемонграсса и гиалуроновая кислота. И аромат здесь довольно-таки освежающий, бодрящий, невероятно приятный. Водички от данного производителя, мицеллярные, у меня тоже были. И я на них конкретно так подсела, что мне нравится. Хорошо удаляют макияж. Это действительно так. Справляется с тональным кремом, с тушью, с подводкой. Все, что угодно снимает. И при этом абсолютно не вызывает чувство жжения, чувство какого-то раздражения. Если смывать макияж с глаз, то никакой слезоточивости, абсолютно никакого дискомфорта. Вот за это я и полюбила данные мицеллярки. Не знаю, если их не смывать, будет какое-то действие, не будет. Я всегда смываю, мне так спокойнее. Но вот для демакияжа это просто незаменимое средство. Сейчас номер один. Вот и весь мой обзор. Я надеюсь, видео вам понравилось. Все ссылки, конечно же, оставлю для вас в инфобоксе. Проходите, смотрите. А я буду ждать ваши комментарии. Заказывали ли вы что-то из данного магазина? Какие впечатления? Буду рада пообщаться. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Скоро мы увидимся вновь. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok